По началу появление «Стингеров» в Афганистане действительно стало для советских вертолётчиков крайне неприятным сюрпризом. Только за первый месяц применения ПЗРК боевики сбили три ударных Ми-24, а к концу 1986-го СССР потерял от огня с земли 23 самолёта и вертолёта. Откуда они взялись на головы советских лётчиков и как в итоге лётчики к ним приспособились? Смотрите видео до конца, всё разложим по полочкам. Приветствую, на связи Нью-Солдат. От создателей фильма «Санцепёк» Евгения Пригожина и Алексея Нагина. Алексей Нагин героически погиб 20 сентября 2022 года при защите интересов России. У нас есть контракт, контракт с компанией, контракт с Родиной, с совестью. И мы будем исполнять его до конца, живыми или мёртвыми. Мы знаем, что попадём в ад, но в аду мы будем лучшими. Цель поражена. Лучшее в аду. Эксклюзивный премьерный показ с 5 по 10 октября на платформе «Ярус». С 11 октября в онлайн-кинотеатрах. В горах Афганистана с декабря 1979 по февраль 1989 широко применялась армейская и фронтовая авиация. Афганские маджахеды, неся значительные потери от авиационных ударов советских войск, уделяли самое серьёзное внимание борьбе с вертолётами и противовоздушной обороне в целом, постоянно наращивая свои огневые возможности. К середине 1980-х годов вооружённая афганская оппозиция имела в арсенале достаточное количество зенитных средств ближнего действия. Наиболее массовым ПЗРК афганских маджахедов на протяжении всей афганской войны являлся китайский комплекс «Хуниинь-5», начавший поступать к ним на вооружение с начала 80-х годов, а также незначительное количество таких же комплексов египетского производства. Первые стингеры появились у афганских душманов в сентябре 1986-го после спецоперации ЦРУ, получившей обозначение «Циклон». Как потом стало известно, они доставлялись из США в пакистанский морской порт Карачи, затем автотранспортом вооружённых сил Пакистана в лагеря подготовки маджахедов, откуда вьючными караванами и автотранспортом расходились по Афганистану. И здесь следует заметить, что в США долго колебались, стоит ли давать такое дорогое и сложное оружие малоуправляемым афганским отрядам, сражающимся против советских войск. Тем более, что в случае захвата «Стингеров» они однозначно указывали на прямое вмешательство в боевые действия Америки. Обычно ЦРУ старалось снабжать местные кадры оружием советского образца, чтобы его можно было принять за трофей. А здесь такое оправдание уже не работало никак. Но в феврале 1986-го американцы всё-таки решили наконец поставить в Афганистан около 240 пусковых установок и тысячу ракет к ним. Армейская авиация объединённого контингента советских войск, сокращённо ОКСВ, к тому моменту уже давно была головной болью для бандформирования. Вертолёты неожиданно атаковали схроны боевиков, накрывали огнём колонны душманов на марше, высаживали в проблемных кишлаках тактические десанты и, самое главное, громили караваны с оружием и боеприпасами, шедшие из Пакистана. Из-за действий советских лётчиков многие банды в Афганистане сидели на голодном пайке, а предназначенные для них военные грузы сгорали в пустыне и на горных перевалах. Лайк им за это! Обязательно! Ставим его ролику, друзья! В Белом доме сочли, что поставки современных ПЗРК боевикам заставят ОКСВ свернуть полёты, и СССР лишится превосходства в воздухе. И вот 26 сентября 1986 года наша авиация в Афганистане впервые встретилась с новым противником — американскими переносными зенитно-ракетными комплексами «Стингер». Их ракеты после пуска сами наводились на цель по инфракрасному излучению от горячего мотора. Самолёты и вертолёты поражались на дальности до 4,5 километров и на высоте от 200 до 3800 метров. Новое оружие вынудило советское командование полностью пересмотреть тактику применения армейской авиации. Экипажи вертолётов с тех пор летали на предельно малых высотах, чтобы не попасть в захват головки самонаведения ракеты. Но это делало их уязвимыми для крупнокалиберных пулемётов. Было ясно, что новая тактика — лишь полумера. Чтобы эффективно противостоять возникшей угрозе, требовалось тщательно изучить образцы ПЗРК. Во-первых, надо понять принцип их действия. Во-вторых, доказать прямую поддержку душманов со стороны ЦРУ. Спецназ ГРУ Генштаба объявил на «Стингер» полномасштабную охоту. Первого, кто добудет пусковую трубу, обещали сразу и без разговоров наградить звездой Героя Советского Союза. Но долгие месяцы разведывательных мероприятий результата не дали. Духи берегли ПЗРК, как зеницу ока, и разработали сложную тактику их боевого применения. Вот как описывал успешную атаку начальник Афганского центра разведки Пакистана генерал Мохаммад Юсуф в книге «Ловушка для медведя». Около 35 маджахедов скрытно пробрались к заросшему кустарником подножию небольшой высотки в полутора километрах к северо-востоку от взлетно-посадочной полосы Джалалабадского аэродрома. Огневые расчеты находились на расстоянии окрика друг от друга, расположенной треугольником в кустах, так как никто не знал, с какого направления может появиться цель. Мы организовали каждый расчет таким образом, чтобы три человека стреляли, а двое других держали контейнеры с ракетами для быстрой перезарядки. Каждый из маджахедов выбрал вертолет через открытый прицел на пусковой установке, система свой-чужой прерывистым сигналом сигнализировала, что в зоне действия появилась неприятельская цель, и «Стингер» захватил головкой наведения тепловое изучение от двигателей вертолетов. Когда ведущий вертолет был всего в 200 метров над землей, Гафар скомандовал «Огонь!». Одна из трех ракет не сработала и упала, не разорвавшись всего в нескольких метрах от стрелка. Две другие врезались в свои цели. Еще две ракеты ушли в воздух, одна поразила цель так же успешно, как и две предыдущие, а вторая прошла совсем рядом, так как вертолет уже сел. Среди душманов был и оператор с видеокамерой. Запись боя была показана даже президенту США Рейгану. По советским данным, были сбиты два вертолета. Ми-8МТ, пораженный двумя ракетами, взорвался в воздухе. Командир экипажа и борттехник погибли. Душманы использовали тактику мобильных диверсионных разведывательных зенитных групп, небольших отрядов, скрытно действовавших рядом с советскими аэродромами. Оружие и боеприпасы на точку пуска доставляли заранее, часто с помощью местных жителей. Пакистанские инструкторы по применению стингеров проходили восьмимесячные курсы в США. Самим стрелкам для освоения нового оружия хватало двух недель. До того, как познакомиться с этим ПЗРК, душманы уже применяли советскую стрелу-2М, поставлявшуюся из арабских стран. Red Eye американского производства и даже экзотические английские blowpipe с ручным наведением. Так, по некоторым данным, в 1984 году пусками 62 ракет всех типов было сбито пять летательных аппаратов. Из отметившихся ранее удачными пусками набирали операторов стингеров. Поскольку потери опытных летчиков куда болезненнее, чем просто потери техники, группы, оснащенные стингерами, начали сопровождать специальные команды по убийству или захвату в плен сбитых пилотов. Пустые контейнеры от ракет сдавались обратно, как доказательство, что отряд действительно стрелял, а не прикопал их где-нибудь потихоньку. Одни из таких контейнеров Чарли Уилсон, член Конгресса США, активно боровшийся за поставки оружия в Афганистан, повесил на стену своего офиса. Нашей стороне подобным атакам сложно было что-то противопоставить, не зная технических особенностей применяемых зенитных ракет. Удивительно, но действующий ПЗРК спецназу удалось захватить по чистой случайности. 5 января 1987 разведгруппа 186 отдельного отряда специального назначения под командованием майора Евгения Сергеева и старшего лейтенанта Владимира Ковтуна на двух вертолетах Ми-8 отправилась на свободную охоту. Спецназ планировал прочесать подозрительную зеленку недалеко по дороге на Кандагар и по необходимости уничтожить обнаруженные цели противника. Вертушки шли на предельно малой высоте и буквально нос к носу столкнулись с тремя боевиками на мотоциклах. Ковтун обстрелял бандгруппу трассирующими из пулемета, обозначив их позицию для второго борта. Оба вертолета совершили короткую посадку, разведчики рассредоточились на местности и открыли огонь по противнику. Завязался ожесточенный бой. Вскоре к душманам подошла подмога, а один из духов выбежал из-за укрытия с продолговатым свертком в руках и бросился на утек. Ушел он недалеко, старлей уложил боевика метким выстрелом в голову. Не повезло и другим душманам, спецназ ГРУ без потерь уничтожил всех 16 нападавших. В результате случайной, но блестяще проведенной спецоперации военной разведки, советские конструкторы получили действующие образцы передового западного БЗРК. В кратчайшие сроки разработали контрмеры, и советские вертолеты в Афгане стали сбивать гораздо реже. Друзья, как вы считаете, возможно ли было справиться со стингерами, не заполучив их в качестве трофейных образцов? Своими мыслями на этот счет делитесь в комментариях под видео. Между тем, январь 87-го в Афганистане ознаменовался началом политики национального примирения. Вводившиеся ограничения на ведение активных действий частями ограниченного контингента советских войск в Афганистане развязывали маджахедам руки и способствовали лишь укреплению их позиций в контролируемых районах, накоплению материально-технических ресурсов и обучению пополнения. Спецназ уже не мог использовать все свои потенциальные боевые возможности по борьбе с бандформированиями оппозиции. В частности, был наложен запрет на любые действия в зонах перемирия, на проведение налетов, действия вблизи афгано-пакистанской границы. Чуть позже налеты стали иногда практиковаться, но на их согласование со штабом армии уходило 2-3 дня, по истечении которых противник успевал сменить район той же дневки каравана как минимум 2-3 раза. Кроме того, с вооружением афганских маджахедов ПЗРК «Стингер» несколько уменьшилась зона боевого влияния подразделений спецназа. Их активная деятельность была привязана лишь к тем районам, где их могли обеспечить эффективной авиационной или артиллерийской поддержкой. В сложившихся условиях упор в боевой деятельности спецназа был сделан на засадные действия. Боевым группам приходилось проявлять огромную изобретательность, выдержку и выносливость при выжидании противника, а в бою с превосходящими силами — стойкость и отвагу. Командование и разведчики 154-го отдельного отряда специального назначения стали широко применять разведывательно-сигнализационную аппаратуру и управляемое минирование. В результате удалось добиться срыва перевозок бандформирований на отдельных караванных маршрутах, таких как «Паншерская тропа». 16 февраля 1988 года в шести километрах северо-западнее кишлака «Шахидан» досмотровой разведгруппой этого отряда был обнаружен пораженный минами караван маджахедов и захвачено два стингера, крупнокалиберный пулемет ДШК и большое количество боеприпасов. Спустя несколько дней в этом же районе вновь были отбиты американские ПЗРК. После этого маджахедам пришлось срочно искать альтернативные караванные маршруты. Все эпизоды захвата советскими войсками американских стингеров были делом рук армейского спецназа. Но когда зашла речь о представлении к званию Героя Советского Союза, офицера 186-го отдельного отряда специального назначения, впервые захватившего американский ПЗРК, была придумана отговорка что-то вроде имеющегося партийного или служебного взыскания. Шок, конечно, но есть моменты и более невероятные в истории боевых действий в Афганистане. Не верите? Тогда посмотрите видео «12 шокирующих фактов об Афгане». Ссылка на него уже ждет вас в описании к этому ролику. К существенному изменению баланса сил, вопреки ожиданиям западных покровителей маджахедов, появление на вооружении афганской вооруженной оппозиции современных ПЗРК не привело. Динамика боевых потерь авиационной техники со второй половины 1986 года не подтверждает заявлений западных специалистов о том, что стингеры сыграли решающую роль в принятии решения о выводе советских войск из Афганистана. Не оказали они существенного влияния и на боевое применение авиации, хотя определенные изменения в систему ее применения в Афганистане были внесены. Считается, что американцы поставили афганской оппозиции тысячу стингеров. Около 350 из них были использованы маджахедами против советской авиации и аэромобильных частей. Остальные американские ПЗРК благополучно рассосались по многим террористическим исламским организациям мира, и Янке пришлось приложить немало усилий и средств для того, чтобы выкупить их обратно. Но несмотря на то, что Конгресс США выделил 65 миллионов долларов на выкуп стингеров, около 400 комплексов так и остались в руках террористов. В феврале 1989 года, после десятилетнего пребывания в Афганистане, советские войска покинули эту страну. В боях в Афганистане погибли около 15 тысяч солдат и офицеров советской армии и военнослужащих КГБ СССР, в том числе и 800 спецназовцев. 8 спецназовцев ГРУ были удостоены звания Героя Советского Союза. На этом все. До связи. Субтитры создавал DimaTorzok